И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Андрей Хорейс, и добро пожаловать в Канаду, где у нас будет в квалификации дождь. Но я все-таки надеюсь, что я пройду дальше в третий сегмент, потому что в Канаде я всегда еду хорошо, и я должен застать на себе этот дождь. На этот этап нам приезжает обновление мощности двигателя, приезжает среднее обновление шасси и маленькое обновление аэродинамики. И аэродинамика у нас направлена на ДРС, а тут их три, три зоны ДРС, достаточно длинные две из них, и там можно будет обгонять, и возможно, нам даже даст буст. Но как бы, ладно, отправляемся в квалификацию, где у нас в первом сегменте я прохожу дальше, кто бы сомневался, но дело в том, что я мог бы и не пройти, потому что я почему-то решил поехать под самый конец, а у нас там начинался дождик, и уже вы видите, если будет после рендера это видно, что на экране у вас есть уже капли дождя, и дальше ехать уже было бы сложно, но все-таки я успел пройти дальше на десятой позиции. У нас две Феррари и два Мерседеса ехали, такие самоуверенные, на медиуме. Вылетает у нас последний Пьер Гасли, не буду смеяться, Ботас, Перис Квят и Ника Хюлькинберг. И во втором сегменте, да, дождь, и я такой типа самоуверенный, хотел ехать под конец на одну попытку, но дело в том, что я-то поехал на одну, но решил оставить на всякий случай еще под одну попытку место, и поехал дальше, собственно говоря, вез три десятки, пока что я на четвертой позиции. Но дело в том, что я этот круг ехал на отвали, если не говорит грубо, и я, да, ошибался, думал, что все, я пройду дальше, я могу хоть на этот круг забить. Но дело в том, что да, так как я показываю полный круг, вы можете догадаться, что я не прошел дальше. Да, моя самоуверенность снова меня погубила, и я как бы, да, тут даже начал достаточно много улучшаться, три десятки, да, но у нас еще целый сектор, а там можно потерять или отыграть много. Я пока что четвертый, но не все еще завершили круги, все, абсолютно все на быстрых кругах сейчас, кроме трех человек, которые оттяживаются за чем-то в боксах, и, конечно же, все сейчас будут улучшать, потому что, как бы, под конец трасса больше накаталась, и можно на промежутках ехать быстрее. Последнюю шикану прошел я не очень уверенно, и везу всего лишь две десятки улучшения, и это меня выводит на позицию под номером 12. Да, печальная ситуация на самом деле. Но, возможно, это даже будет интереснее, потому что, ну, я в Канаде буду прорываться, как-никак, наверное, я надеюсь. А по полной сертовой решетке у нас на полу позиция, кстати, Карлос Сайнс, что удивительно, и второй Шарли Кнер на своей Феррари. Феррари, кстати, начинает понемногу удивлять. Дальше у нас Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Антонио Дживенадзий Пятый, Дальше Баттлер, две Альфы и два Вильямса. Но, как бы, обычная симуляция игры, она симулирует по стандартным характеристикам, и теперь неудивительно то, что Мертендес с Феррари борются на равных, Вильямса с Альфой в конце, и где-то посерединке там оставшаяся группа Б, как бы, ну, понятно. Тактика, на мое удивление, без моего вмешательства, Медиум Софт. И я не один стартую на Медиуме. На Медиуме стартует полпелотона, и это интересно. И давайте же посмотрим, как все сложится в гонке с такой стратегией. Да, что не стартует Гран-при Канады. Стартую я, кстати, достаточно плохо. И меня сразу же проходит Ланда Норрис по внешней траектории, еще 7 мест, а его почти не остается. Ланда Норрис подпроведет на поребрике прямо на меня. Я пришлось отворачивать от него, и из-за этого я прокрутил не только его, но и Алекса Албана, и уже, говорю, из-бы копок с Дэном Рикядо, который тоже на Медиуме. Но все-таки я его прошел, вышел на 14 строчку, но все-таки 2 места я с старта уже проиграл. И надо как-то изменять это. Передо мной там была борьба бок о бок, но я за всем этим наблюдаю пока что, но у меня более жесткий комплект. И это все будет уже видно, как все сложится у меня только по истечению нескольких кругов, потому что сейчас софт начинает работать лучше, чем Медиум, и на Медиумах сейчас не будет немного тяжко. На старте у нас Шарли Клер выбился в лидеры, а Себастьяна Фиттеля, который на софте, начинает атаковать Антонио Джувенадзе, который на комплекте Медиума. И между собой степились 2 Мерседеса, которые едут на софтах, и Льюис Хэммитон отвоевал позицию у Карлоса Сайнца даже. И вот она борьба бок о бок. У нас Ким Ирайк не нырял внутрь просто к Макларену, но все-таки Дэйван Батлер на софте, он сейчас начнет собирать со собой паровозик, и все почему-то тормозили по центру трассы в поворот, но это все-таки как бы ладно. Я прохожу очень плохо повороты сейчас, потому что не прикатался, и промахиваюсь с торможением, из-за этого приходится как-то судорожно оттормаживаться, из-за этого получился незапланированный обгон Албана. Чуть не прошел Норриса, но я даже срезал полностью четырьмя колесами за пределами трассы, на внутреннем радиусе, и как бы это было тупо для того, чтобы не сломать крыло, потому что если бы мы ехали с ним бок о бок, он бы тупо в меня повернул бы, и сломал бы мне к чертям собачьим крыло, и все, и гоночке конец, как говорится. Ну а так я хотя бы сохранил себе крыло, и закончил первый круг на 13 позиции, минус одна позиция по итогам первого круга. А, мы продолжаем дальше, потому что сейчас начинается самая интересная вещь в этом гран-при, это борьба, борьба, борьба и борьба, особенно когда разрешат ДРС. А сейчас все едут, ну, у кого какие крылья, и у кого лучше работает Слипстрим. И я начинаю почему-то отставать от Норриса, но хотя как бы у него софт, у меня медиум, начинаю дрифтить, из-за этого даже Албан меня атакует, но я подрублю все, что можно. С аэродинамикой 1-3 вроде, да, у меня такая аэродинамика была вроде. И как бы пока что сохраняю 13 позицию, на коротенькой прямой отстаиваю свою позицию, и уже на торможении немного подъехал к Ланду Норрису, а впереди меня начинается, ух, борьба, классно. И там уже Лэнс Тролл пробился вперед и начинает как-то теребить Себастьяна Феттеля. А впереди вот оно, что происходило. У нас степились два одиночества, это Дживинац и Батлер. Дживинац на медиуме, Батлер на софте. Я там уже сзади где-то преследую Макларена Ланда Норрису, а тут начинается полный трэш, полный фарш, как говорится. И только один Вильям с Кимми Райкенена без пары, а все едут попарно. И Батлер все-таки проходит Дживинац, и там уже Джордж Рассон начинает воевать с Лукасом Вейбером, и не смог его пройти пока что, но это еще пока что, как бы можно сказать. Дальше они еще и отстали от группы впереди идущей из Кимми Райкенена, Дживинац и Батлера. И это для меня достаточно плохо, потому что я рассчитывала, что мы будем ехать вот в такую вот группу, как лидер, который находится на шестой позиции, и я как-то смогу как-то обгонами найти себе местечко и выбиться на позицию под номером 6. Но это не очень-то и хорошо получалось, потому что они тупо тормозят на выходе из поворотов, и мне не дает пройти себя их просто тупняк, потому что они такие тупые, что ну ладно, как бы. Я могу сейчас сто лет рассказывать, потому какие тут тупые боты, но не буду. И я, да, опять прилетаю по ворот, режу трассу, Албан уже будет меня сейчас атаковать, но зачем-то снова тормозить напрямую, они лезят дальше. И уже разрешили ДРС, и я смогу его сейчас открыть. А у меня крылья 1-3, плюс у нас движок будет получше Макларена, плюс ДСлипстрим, плюс обновление аэродинамики с ДРС, и я его просто на изах прохожу, вообще даже не запарившись. И перед мной уже Макс Верстаппин. А впереди там все тормозят на выходе из поворотов, и для меня это не очень-то и классно, потому что, ну, я могу легко сломать крыло. И я этим пользуюсь, как-то пытаюсь уже пройти Макса Верстаппина. По внешней траектории это, в принципе, у меня получается. Передо мной Вебер с Живинацией ведут борьбу, борьбу за восьмую позицию, и Джордж Рассел наблюдает за всем этим. Вебер закончил свой обгон и поехал себе дальше отрываться от Живинацией. А вот как это все было. Вебер как бы должен был притормозить перед Живинацией, но почему-то... И Живинацией решил немного ошибиться, и его сразу же пришел Лукин и Райкенен, и уже Лукас Вебер начал атаковать, и поэтому Живинацией вообще не выполнил свою работу. Нафиг мне такого второго пилота, ищите мне какого-нибудь Хэмильтона. Потому что, ну, он просто просрал дорогу к седьмой позиции, потому что он должен был держать эти два Вильямса, чтобы я смог как-то пройти, типа, командная тактика, все дела. Но он с этой задачей не справился, все на вынос его. И я еще и плохо выхожу напрямую, и из-за этого уже и отпускаю Рассела, который легко проходит еще и Дживинацией. И это полный для меня провал, у них даже контакт, пыль, пыль между колесиками, ух, как классно! И вот для меня уже Верстаппин атакует Норрис. И я уже ищу место, где обогнать Дживинацией. У меня лучший выход напрямую, и... Да, я его легко прохожу, подрубиваю все, что можно. И уже как-то думал стремиться за Джорджем Расселом, но как бы Альфа-Ромео слишком сильно доминирует, и я никак не могу с ними соперничать. И уже Рассел, в свою очередь, начинает соперничать с Вильямсами. Но передо мной появляется Макларен Дэйвана Батлера, который прерывает всю эту ахинею, и из-за этого я пользуюсь и прохожу сразу двоих. По факту, по крайней мере, пытался. Батлера я прошел, Рассела прошел, я так, по крайней мере, думал. Но откуда-то я думал, что бок о бок со мной едет Батлер, когда я его атаковал. А оказалось так, что там откуда-то взялся Рассел, и ехал я бок о бок с Расселом. И как бы Батлер вообще начинает отказываться очень далеко. И Рассел просто полетел дальше, и я ничего уже не могу сделать. На восьмом круге началась волна пидстопов, заезжали все те, кто, ну, на софте стартовал. На девятом это все продолжилось, и я вышел на позицию под номером пять. Но Сайенс лучшим кругом выехал прям у меня на хвосте, и для меня это, конечно, печально, потому что один сектор, и он уже позади меня, потому что я думал, что еду как для себя нормально, но что-то как-то Сайенс ехал слишком быстро, особенно вот на этой коротенькой прямой, прям как ракета ко мне подъезжал, и уже на этой прямой был прям на моем заднем антикрыле, и смог меня пройти легко, потому что на разгоне он будет получше, потому что свежий комплект, да и ДРС у него есть, да и Мерседес под жопой, и как бы все, он меня обогнал и полетел к своей победе. И да, кстати, Леклер уже лидерство просрал, Феррари в своем репертуаре, молодцы, даже в игре это проработано, все реализм классно. Но Сайенс сразу же от меня начинает улетать, позади Хэмбельта, но на этом же круге у меня уже и пидстоп. Пытался я когда воспользоваться тем, что у меня есть ДРС, передо мной также заехал уже Джордж Рассел, и я заезжаю тоже в свою очередь на пидстоп. Со мной заезжает также еще Лукас Вейбер, у которого неожиданно возникают проблемы перед заездом на пидстоп, и меня это достаточно порадовало, потому что это плюс одна позиция для меня. 2,4 пидстоп, выезжаю я на позицию под номером 11, позади меня Норрис на комплекте Медиума, и Вейбер, у которого проблемы впереди меня, на комплекте софта в 3 секундах впереди. И у меня нет проблем с тем, чтобы его догнать, и я его уже начинаю догонять. На 11 круге я очень сильно удивился тому, что я выехал на 11 круге из пидстопа, да? И проиграл своему лучшему времени 4000. Я просто не понимаю, либо это питлейн такой выезд из него, такой имбовый, либо софт гипербыстрый. Ну, как бы ладно. Меня этот вопрос волновал всю гонку, если честно. Я ехал и думал, как я так смог это сделать. Но все-таки ладно. 12 круг, я на хвосте у Вейбера, поставил лучший для себя сектор, но это не важно. И уже пытаюсь как-то пройти Лукаса Вейбера. На этой коротенькой прямой не получается у меня, потому что, ну, недостаточно я близок. А вот уже на длинной прямой я его легко смогу пройти, потому что, ну, у меня крылья 1-3 подробить. Все, что можно. Слипстрейн, ДРС, и все. И как бы, он поедет себе, наверное, как-то отвоевывает себе бороться с позади идущим Дживенадзе, если он его догонит. Я надеюсь, что он его догонит, потому что Вейбер, надеюсь, ему не починят никаких проблем, и он будет все ниже, ниже и ниже скатываться, и Дживенадзе сможет приехать в нормальные очки, а не как в Испании. Ну, ладно. Прошел Вейбера, вышел на позицию по номерам 8, поставил даже лучше третий сектор и поехал дальше. А дальше было ровным счетом ничего, потому что все остальные 5 кругов я ехал в глубоком одиночестве, пытался как-то перебить свое время. И гонка прилетела прям достаточно быстро на финише, да, вот так вот эффектно я связаю шикану. И у Вейбера, кстати, проблемы починили, он ко мне начал приближаться по секунде с круга, и я... Хорошо, что я нарастил себе преимущество до этого в 7 секунд, а так было бы прикольно, если бы я такой, типа, расслабился, и ко мне он по всем кругу подъезжает Вейбер и меня обгоняет. Я бы просто затриггировался бы, и, наверное, выкинул бы эту игру нафиг из стима. Ну, а так, побеждает у нас вроде впервые в сезоне Карла Сайенс, поправьте меня, если это не первая его победа, вторая у нас, конечно же, кто бы сомневался, тоже Мерседес, потому что Мерседес доминирует, Леклер, который лидировал на пятую строчку, скатился, третий у нас вообще Строл, который стартовал, с четвертого ряда, и, как бы, ну, типично и у нас сезон вырисовывается с тем, что Мерседесы приезжают дублем, и дальше кто-то из Альфа Ромео. А дальше, как пойдет, там, какие-нибудь Хассы, Феррари, там, не знаю, может даже иногда кто-то пухлеще, но так, как бы, сезон превращается в унылье, в унылое говно, короче. И его становится неинтересно смотреть. И, возможно, с этим связано то, что у меня так мало просмотров, а может быть и не с этим. Короче, просмотров мало, но я делаю видео. Надеюсь на то, что они снова вернутся, как было раньше, но это только у меня в мечтах. После подиума у нас четвертая позиция за Джорджем Расселом. Дальше у нас две Феррари, Киммер Алькенен, я на восьмой позиции, девятый Лугос, выбирать десятый все-таки Антонио Джовенадсе. Вымучил очки и в очках только пять команд. Это два Мерседеса, две Феррари, две Альфы, два Хасса и два Вильямса. И, кстати, после нескольких последних обнов у меня перед каждую, когда я перехожу через каждую вкладку, например, по директору гонки, выхожу и у меня пять секунд или больше тупо ничего не происходит. У меня звук идет, а картинка зависла. Я думаю, сейчас вылезет ЭК-дампер и все, пока мой прогресс весь заново ехать в гонку. Но надеюсь, кодмастерс это пофиксят. Также у нас Шарли Квер выходит на пятую строчку в личном зачете. Лукас Вебер сразу же с пятой на седьмую падает. В кубни конструкторов мы пока что на пятой позиции наш ХАС. И пока что мы боремся с Рэдбулом от них. На пятнадцать очков пока что мы отъехали, можно так сказать. Но до Вильямса нам очень-очень далеко. Да, до Вильямса далеко. Найс просто как-то не очень это звучит. Но ладно, опустим это. У нас Мерседес 63 очка преимущества над Альфой. Как бы и после этого не говорить, что у нас доминирующий сезон просто. Это как-то ну странно. И почему у меня один вопрос к игре. Почему Альфа Ромео на первой позиции по характеристикам с большим преимуществом, но они позади Мерседеса всегда. И вот я не понимаю этого, это не должно быть так и это очень странно. Побеждаю куято в соперничестве, на одно очко пока что опережают живи нации, у всех просто падает ко мне интерес, но как бы не знаю, что они так расстроены, если у нас машина очень-очень-очень плохая и как-то они ждут от меня что побед каких-то, я не понимаю. У нас 1349 ресурсов после гонки. Спросил у инженера, что же нам лучше взять. Он говорит бери шасси, но я такой типа ага, конечно, возьму я себе капиталочку двигателя на Silverstone, остается 781 ресурс и на обновление шасси это уже не хватает. Решил докупиться, взять движок, взять ERS и у нас уже в Австрии будет оно просто надеюсь вечное, потому что оно у нас вкачано по идее полностью, ERS уже некуда вкачивать и можно будет наверное на пятом режиме фигачить всю гонку и ну, я по крайней мере на это надеюсь. По характеристикам у нас Ferrari подбирается к Williams альфа бездействует так же как и Mercedes Williams мы немного отрывались от McLaren и Red Bull привезли маленькие обновления но к ним уже подтягиваются и Renault и Tour de Cross но и Racing Point в принципе не так уж далеко но все-таки они как-то едут хорошо но по характеристикам они плохие да и в кубке конструкторов у них не все хорошо но на этом у меня все всем огромное спасибо за просмотр с вами был Андрю Харейс всем удачи всем пока